Для передачи видео с насадки Nano 2, обновления программного обеспечения, навигационных карт, необходимо скачать приложение VT-оператор. Оно находится в бесплатном доступе в Play Market для Android и в App Store для систем iOS. Для передачи видео изображения с насадки на планшет или телефон необходимо включить Wi-Fi. Для этого заходим в меню удержанием центральной кнопки, раздел беспроводные сети, Wi-Fi, активируем потоковое видео и создать сеть. На планшете заходим в настройки, подключение, активируем Wi-Fi. Вот он обнаружил нашу насадку, подключаем. Включаем приложение VT-оператор. Сейчас происходит поиск. Он найдет нашу насадку. Включаем потоковое видео. Теперь мы видим то, что показывает насадка. Есть три способа записи видео. Принудительный. Двухсекундным удержанием клавиши влево активируем запись. На экране появляется красный маркер с номером видео. Также клавишей влево прерываем запись видео. Второй способ – автоматическая запись видео по выстрелу. Для ее активации заходим в меню. Мультимедиа. Настройки записи видео. Тип записи видео. По выстрелу. Здесь же выставляем интервал до события, после события. Именно этот интервал будет записан на память устройства. Третий способ – запись видео непосредственно в память гаджета, планшета или телефона. Для этого на экране приложения нажимаем кнопочку записи. Останавливаем запись. Данный фрагмент можно увидеть в разделе мультимедиа. Отправить его различными способами. На YouTube, по WhatsApp, по электронной почте. Или просмотреть. Для просмотра полученных видеороликов мы заходим в раздел мультимедиа. Видеоархив. Здесь сохраняются данные по выстрелу и по кнопке. С номерами видеозаписи. Можем любой из них просмотреть. При необходимости отправить. Когда мы стреляем с насадкой, мы целимся прицельной сеткой нашего оптического прицела. Естественно, на видеозаписи ее видно не будет. Для того, чтобы на записи понять, куда мы целились, надо активировать виртуальную прицельную сетку. И совместить ее с сеткой нашего оптического прицела. Для этого заходим в меню. Насадка. Включаем виртуальную прицельную сетку. Заходим в юстировку. И смещаем ромбик на центр нашей прицельной сетки. Теперь при видеозаписи мы будем точно видеть, куда мы целились. В тепловизионных предобъективных насадках ЕБТ реализована уникальная система баллистической коррекции. Так как мы прицеливаемся сеткой оптического прицела. И у нас нет возможности ее смещения, относительно тепловизионного изображения. Реализована система перемещения самого изображения. То есть сначала вводятся баллистические данные применяемого патрона. И после введения дальности, картинка сместится по вертикали именно на то расстояние, на которое опустится пуля на данную дистанцию. Так как оптические схемы различных прицелов отличаются, иногда требуется небольшая корректировка ночного нуля. Для этого надо зайти в служебное меню длительным удержанием центральной клавиши. Сначала появится обычное меню, мы не отпускаем клавишу, продолжаем ее держать. Нам предложат войти в служебное меню. Самый верхний параметр ночной ноль. Здесь мы видим заводскую установку по оси Х и по оси У. Если точка попадания у нас отличается в какую-либо сторону, мы смещаем изображение по горизонтали и вертикали, чтобы при стрельбе с оптическим прицелом и при установке насадки точка попадания была идентичной. Далее мы выходим из служебного меню. Продолжаем работать. Продолжаем. 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 Продолжаем.